Сегодня начал работу Международный транспортный форум, юбилейный, пятый по счету. Из года в год эксперты обсуждают транспортные проблемы, даже предлагают решения, но они не находят применения у нас. Александр Вяткин побывал на транспортном форуме и выставке Автосип. На выставке Автосип автомобильных новинок нет. Все внимание привлекают околотранспортные разработки. Здесь и масло для двигателей, и система весового контроля при въезде в город. Самое громкое заявление сделали гости из Казани. Они готовы избавить Новосибирск от пробок за миллиард рублей с помощью адаптивной системы. Система с помощью детекторов транспорта может определять, какое количество транспорта приближается к перекрестку, удаляется от него, в каком направлении идет трафик, и в соответствующем режиме переключать сигналы светофора, так, чтобы поток двигался мягче, было меньше остановок. Разработка европейская. На российском рынке уже больше пяти лет. Но до сих пор к реалиям наших дорог не приспособлена. Припаркованные в неположенных местах автомобили загоняют адаптивную систему в тупик. Больше всего внимания на выставке уделено безопасности на дорогах. Этот знак пешеходного перехода начинает мигать, когда человек идет по зебре. Камера распознает объект, попадающий в зону непосредственно фиксации, а зоной фиксации является как раз пешеходный переход. На выставке представлены автомобили и мотоциклы для ДПС, а ретро-машин столько же, сколько и современных. Мотоцикл эксплуатировался, получается, с 41 по 60-е годы. Ездили на нем также сотрудники ГАИ. Чужой мотоцикл, его тяжело разогнать. Это обучающий тренажер для машинистов. Именно на нем и учатся водить поезда. Чтобы тепловоз поехал вперед, переключаем рукоятку, затем контроллером выбираем тяговую позицию и отпускаем тормоза. И в поезд поехал. Как сделать, чтобы и автовладельцы поехали на пригородном поезде и не создавали заторов на дорогах, обсуждают на форуме «Транспорт Сибири». Эксперты считают, разгрузить дороги удастся, только если люди массово личным авто предпочтут электрички. Эффективное переключение пассажиров с автомобильного транспорта на железнодорожный идет только в одном случае. Если железнодорожный транспорт обеспечивает в два раза больше, в два раза быстрее перемещение людей, нежели личный автомобильный транспорт. Пока подобные проекты реализованы только в европейской части страны. Когда инновационные разработки приживутся в Сибири, неизвестно. Александр Вяткин, Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Дмитрий Кан. Новосибирск.